Девочки, сегодня речь пойдет о размере плюс айс. Я специально сделала подборку одежды из российских брендов. Почему именно российских? Ну, во-первых, в современных реалиях найти что-то зарубежное, да еще и по приемлемым ценам, достаточно трудно. Ну, а во-вторых, почему бы и нет? Сейчас наши российские дизайнеры производят достаточно качественные вещи. Бренд La Trenta. Относительно новый бренд российской одежды. Создан он в 2020 году. Создательница Александра Коняхина, профессиональная модель плюс айс. Надо сказать, что за эти буквально два года девочки сделали существенный прорыв. Они стали известны в Великобритании, в странах СНГ, практически во всей Европе. Понятное дело, что будучи моделью, легко продвигает свой бренд, но тем не менее, девчонки делают акцент на качество. Добротные материалы хорошего качества и плюс современные лекала. Весь размерный ряд, все, что касается плюс айс, у них присутствует. Есть как онлайн, так и офлайн магазины, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, в Москве, в Екатеринбурге. Нужно сказать, что La Trenta принципиально отказались от натурального меха и натуральной кожи. Такой вот эко-подход. Он в моде в Европе и, собственно, потихонечку идет к нам. Кроме одежды, они еще разработали линейку аромасвечей. Такой вариант для дома. Одежду La Trenta выбирают стилисты, инфлюенсеры, селебрити. На самом деле, очень сложно в кризисный период, когда все были закрыты, находились дома, открыть вот такое производство и достичь каких-то определенных результатов. Кроме финансовых вложений, здесь огромную роль играет и вера в себя, желание помочь людям. Ведь подчас бизнес, который ориентирован только на себя, на получение прибыли, он в некотором роде обречен на неудачу. Но если создатель готов делиться и привносить в мир что-то полезное, то у него обязательно все получится. Ну и, конечно же, настоящий профессионал всегда смотрит, насколько людям нравятся те или иные вещи, стоит ли что-то добавить, может быть, убрать. Сейчас огромное засилие вещей низкого качества. Если Китай огромным потоком сейчас войдет на наш рынок, то, сами понимаете, качество будет совсем не то, которое мы ожидаем. Поэтому, несмотря на то, что некоторые бренды чуть выше среднего, все-таки стараются российские производители держать уровень качества. Если мы говорим о вещах, которые относятся к ниже среднему уровню, то такие вещи, да, они, безусловно, стоят копейки, но долго они не прослужат. Я всегда об этом говорю. База все-таки должна быть хорошего качества, даже если вы приобретете тот же жакет или брюки за приличные деньги. Еще один российский бренд одежды плюс айс – Дивна. Здесь дизайнеры делают ставки не только на 42 размер, но и на максимальный 58. Особенность их в том, что они при разработке определенной модели той или иной вещи делают ставки сначала на 54 размер, оттачивают все нюансы, посадка и так далее. И лишь затем уже от большого размера идут к маленькому. Это очень важно. Также девочки следят за качеством вещей, за тем, какие модели больше продаются. Постепенно они, скажем так, пополняют свою коллекцию, что-то видоизменяют. Где найти можно? Это торговый центр «Метрополис» в Москве, ну и, конечно же, в онлайн-магазинах. У них можно найти не только базовые вещи, но и чайные платья, различные костюмы, верхняя одежда. И надо сказать, что дизайн одежды, он мало чем отличается от дизайна для худеньких. Это действительно большой плюс, потому как женщины с большим весом тоже хотят выглядеть молодежно, современно и привлекательно. Еще один бренд под названием «Одевай» шьют одежду от 48 до 68 размеров. Здесь тоже достаточно большой выбор, очень много базовых вещей. И в подборке, которую вы увидите чуть дальше, вы заметите, что эти вещи легко миксуются с вещами других брендов. Платье базовое из черного трикотажа в магазине «Ла Тренда» стоит 5500 рублей. Согласитесь, цена достаточно приемлемая. В некоторых магазинах, в том же, например, 12 Stories, где много трикотажа, можно приобрести платье значительно дороже. Можно приобрести за 15 тысяч рублей дубленку черного цвета. Она прекрасно сочетается как с трикотажем, так и с денимом, с базовыми брюками и с юбками из эко-кожи. «Ла Тренда» предлагает утепленное пальто бежевого цвета длины миди с поясом за 20 тысяч рублей. Утеплитель здесь «Альпа Люкс». Это австрийский экологичный утеплитель, где применяются частички шерсти мериноса. Достаточно теплое пальто получается. Ну, конечно же, если мы берем 25-30 градусов, то лучше носите более теплые пуховики. Но, тем не менее, вот этот вариант подойдет как раз для средней зимы. Нужно отметить, что такое вот пальто, оно визуально напоминает тренч или плащ. И оно прекрасно сочетается с многими базовыми вещами. Это тоже трикотажное платье, возможно, это платье в бельевом стиле. Кстати, девушки пышных форм могут смело носить такие платья на бретельках. В магазине «Дивно» можно найти шерстяное пальто за 29 тысяч рублей. Для тех, кто считает, что звериные принты полнят, хочу отметить, что это не так. Главное выбрать свой размер, правильную длину, и тогда вы будете сногсшибательны. За 6 тысяч рублей у Латренда можно купить платье леопардовое. Оно прекрасно сочетается с бежевым свитером. Наделие платье, сверху свитер и верхний слой утепленное пальто или пуховик. Черные брюки «Палацца» можно приобрести в магазине «Дивно» за 11 тысяч рублей. Бренд «Одевай», ценовой сегмент чуть выше среднего. Бежевые брюки с защипами за 8 тысяч рублей. Базовый свитер «Оверсайз» бежевого цвета за 9 тысяч рублей. Магазин «Дивно». Я решила выбрать рубашку поярче, хотя у них самые разные варианты. И базовые белые рубашки. Вот такой трендовый фиолетовый, стоимость 6 тысяч 500. Кстати, данный цвет более глубокий. Подойдет девушкам контрастного цветотипа. Это зима или лето. Если в вашем шкафу уже есть базовые кардиганы, укороченные и удлиненные, возьмите что-нибудь поярче. Например, «Ла Тренда» предлагает вот такой вот анималистичный принт. Стоимость 8 тысяч рублей. Прекрасно сочетается он с брюками, базовыми футболками, водолазками. Можно носить, кстати, с юбкой из эко-кожи. «Ла Тренда» стоимость 6 тысяч рублей. Длина миди. И вот эти юбки из эко-кожи, они актуальны не только для худеньких, но и для девушек пышных форм. Вы можете что-то добавлять свое. Подбирайте правильную обувь. Если это платье на бретельках, то, соответственно, сапоги должны заходить за подол платья. Если мы говорим о юбках длины миди, то здесь нужно смотреть на рост. Если вы маленького роста еще имеете лишний вес, то, соответственно, откажитесь от сапог до колена. Лучше возьмите ботильоны. Если рост высокий, то там уже можно выбрать сапоги, опять-таки, заходящие под юбку. Зайдите на данные сайта, посмотрите очень много вариантов одежды. И самое главное, не нужно бояться экспериментировать. Если у вас уже есть какие-то базовые вещи, вы можете в этом сезоне просто дополнить свою базу, посмотреть, чего не хватает и потихонечку уже составлять капсулу, например, зимнюю. Зимой всегда требуются теплые вещи. Если вы добавите пару ярких вещей, то будете всегда на пике моды. Продолжение следует...